В библиотеке Парвенте нередко проходят интересные мероприятия. Одно из таких состоялось в прошедшую субботу. Открытие выставки картины легендарного латышского кинорежиссера Яниса Стрейча. Не все знают, что режиссер уже с детства увлекался рисованием и, будучи совсем маленьким, мечтал стать художником. На данный момент в библиотеке Парвенте расположена выставка 13 картин Стрейча. На всех пастельных работах изображен родной край режиссера – Латгалы. Место, где прошло детство и школьные годы Стрейча. Где босиком латгальские пейзажи. Почему в названии выставки стоит многоточие? Это воспоминания. Все знают, что босиком мы ходили лишь в детстве. В моей голове родились такие строчки. Места, которых больше нет. От них остались лишь топонимы. А за ними пейзажи, которые мне чужды. Этих мест больше нет, где бродил босиком. И людей больше нет. Они депортированы на небеса. Это все воспоминания детства. Янис Стрейч родился в Латгале, в селе Анс по Кипрельской волости. Первые годы жизни он провел в Курзаме, недалеко от Сабила. После возвращения в Латгале учился в семилетней школе поселка Гайлиши, позже в Резакне. Именно педагог по рисованию Резакнецкого педагогического училища побудил Яниса Стрейча учиться рисованию. Однако театром тогда Стрейч увлекался больше. В 1959 году Янис начал учиться на режиссерском отделении Латвийской государственной консерватории. В студенческие годы режиссер подрабатывал, изготавливая декорации для любительских театров, а также плакаты для клубов. Навыки рисования позже пригодились и в киноискусстве. Как признался Янис Стрейч, выставка его работ посвящена одному знаменательному событию в истории Латвии и Латгале. Сегодня не просто праздник детства. Латгаля празднует столетний юбилей с момента присоединения к Латвии. Этот праздник мы отмечали. И фильм, восстановленный его версией, выставка «Подарки краю на его столетие». По словам художника, в Веспас привезена лишь небольшая часть работ этого цикла. Некоторые из картин художник подарил. Теперь они путешествуют по всей Латвии. На написание всех работ ушло два года. Как признался Янис Стрейч, работы он изготавливал, когда его жена отсутствовала на работе. Придаваясь воспоминаниям о детстве, режиссер отображал их на холсте. Это пейзажи. Я перестал работать в этой технике, но скоро начну опять. Займусь написанием новых работ, так как многие подарил. По словам режиссера, библиотека – идеальное место для выставки его работ. Книги Стрейч все любил с детства. За день до открытия выставки в Риге состоялась премьера фильма «Дитя человеческое», восстановленного в новом качестве. Недавно легендарный фильм Яниса Стрейча отметил 25-летний юбилей. Венспул стал вторым городом в Латвии, где показали новую отреставрированную версию фильма. Кинокартина Стрейча автобиографична. Порядок жизни в Латвии стабильный. Там почти ничего не изменилось. Есть некоторые эпизоды в фильме, которые автобиографичны о моем раннем детстве. Янис Стрейч отметил, что даже спустя 25 лет фильм пользуется большой популярностью. Новую версию кинокартины смотрел полный зал. Режиссер рад, что в обществе вновь возрастает интерес к латвийскому языку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова